Привет, это Планеткрафтер и мы продолжаем выживать на Марсе, где я выращиваю растения. Ты посмотри на эту пустыню, тут же ни черта нет, ни черта абсолютно, а я тут уже накуролесил сколько всего, и нужного и ненужного, а водопад это просто прекрасно. В общем, наша цель на сегодня, достичь как можно больше терраформации, индекса терраформации. У меня появился новый бур, вот такой вот двухэтажный, мощный, на него нужно железо, титан и титан. Мы сейчас будем их строить в огромном количестве, помимо этого нам нужны разогреватели. А для всего этого нам понадобится электричество, которое будем добывать при помощи солнечных панелей. Ну что ж, солнца тут предостаточно, будем их юзать. Единственное, мы же на Марсе, тут куча песка, в реале бы мы эти солнечные панели запарились бы каждый день очищать. Вот. Ну, здесь нас это никак вообще не тревожит, потому что в игре нет пыли. Хо-хо-хо. Значит, ищем с тобой титан. Титан. А что у меня в карманах? Подожди, давай в карман. Один титан, есть остальное железо. Ну и все, ну и бодренько, ну и хорошенечко. А, еще же мы в прошлой серии сходили вон туда. Мы думали, что мы сможем тут спокойненько гулять, но нифига себе, борода. Сказали, Вася, иди ты реформацию поднимай, потому что везде все перекрыто, все хода, потому что... Ну, там лед, вот почему. Потому что, потому что, почему. Везде лед, короче, в каждом проходе. О, новый рюкзачок, отлично. В каждом проходе везде... О, у меня кислорода нет. Бежим обратно, куда я побежал заболтаться. Чунгачкук, это вода? Да, это бутылка воды. Ой-ё. Короче, там везде каждый проход забаррикадировал огромный кусок льдины. И чтобы там пройти, нужно это все дело растопить. А чтобы растопить, нужно 100 тысяч индекса терраформации набрать. Ты прикинь. Ох, короче. Одна западня кругом. Я бегу, я бегу. Все, я ножками тороплюсь. Бегу, 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 бегу. Давай-ка посмотрим, что нам там нужно для рюкзачка. Рюкзачок Т3. Кремний, алюминий. Вольно. Что значит, пойдем сейчас его добывать. А я пока что сделаю кислородный баллон. Вот этот не смогу, потому что магний. А почему не смогу? Магний. Вот он. У меня прям тут. Возле моего крылечка. Крыльечка. Крыльца. Все, сделал себе кислородный баллон. И не один, а целых три. Счастье полной штаны. Значит, что у меня там еще осталось? А, можем еще один баллончик сделать. Вот такой вот. Маленький. Все. Значит, пойдем добывать алюминий и... Что там мне еще нужно? Титан. Вот. И титан параллельно ищем. Он нам очень важен, но необходим. Похоже, настало время рассказать тебе кое о чем. Lost Ark. Это многопользовательская игра в жанре фэнтези. Создай своего героя и беги развивать его в огромный красивый мир с масштабными сражениями. Бей монстров или соревнуйся с другими игроками. Устал от сражений, займись рыбалкой, охотой, археологией. Или исследуй морские просторы на своем судне, которое тоже можно прокачивать. А если ты не новичок в Lost Ark, то тебя порадует свежее обновление с новой сюжетной линией Кадан на острове Рун-Лаир, где вам предстоит отправиться по следам Кадана и раскрыть главную тайну новой истории. Плюс новые рейды на кораблях-призраках и Аркасия Экспресс, и винт для быстрого прокачивания новых персонажей до 1445 уровня снаряжения. Все ссылки в описании, переходи по ним и получай подарки. С ними куда веселее погружаться в мир Lost Ark. Ух ты, гляди-ка, проход к кораблю и не забаррикадированный. Серьезно? Да ладно вам. Ну-ка, пойдем-ка туда. Ничего себе. Что-то титана навалом. Алюминий будет? Да, прикинь, не забаррикадированный. Ух ты, ура, 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 я к кораблю пришел. Ух, какая тут огромная площадка. А я-то думал, а я-то думал, кругом лед, и фиг я куда приберусь. Но нет же. Низкий уровень кислорода, да не беда. У меня с собой куча кислородных баллонов. Кстати, надо будет сейчас заюзать маленький кислородный баллон, посмотреть сколько он восстанавливает. Может я бы кучу маленьких кислородных баллонов надел бы. Итак, О2 подходит к концу. Рюкзачок. Впихиваем. Ммм, зря я походу сделал огромный Т2 баллона кислорода, потому что мне хватает вполне и маленького. Он ровно на 200 кислорода, который у меня сейчас есть. Ух ты, какой здоровенный, какой здоровенный корабль, огроменный. Блин, а в него можно пройти? Надо проход найти. А песок-то тут как играет, а? На солнце. Словно блесток тут накидали. Ух ты, нифига себе, ничего себе. Да тут целая эскадрилья полегла. Или это все от одного корабля? А вот и проход. А нет, это двигатель его. Кабина капитана. Нифига себе, ничего себе. Что там? Что там? О, круто. Круто, 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 круто. Что у вас здесь есть? Я присаживаться-то могу, нет? Нет, присаживаться не могу. Ладно, сейчас пошаримся здесь, посмотрим, что тут есть у них. Фонарик нужен. Блин, без фонаря, походу, дальше нет смысла идти. Облом. Облом. Говорили же мне в комментариях, сделай экзоскелет и нацепи на него фонарик. А я такой, да нафига оно мне? Пока не нужно. А вот тут настало время, когда нужно, а у меня нету. Блин, придется сюда еще раз возвращаться. Эх. А там же внутри наверняка что-то очень много ценного, интересного есть. Микросхемы, еще что-нибудь. Так, ну ясно, тут огромная поляна, где лежит огромная груда металла. Так, я не понял, а что кислород не юзается? Эв, эв, эв. Вот же я, что, ну, гадь, шкук, я сейчас задохнусь. Нафига я сделал кислородные баллоны целых три штуки, если мне нужна капсула кислородная? Ээээ. Ну, что я тебе хочу сказать? Жизнедейца была короткая. Ладненько, давай, короче, побыстренько мы сейчас алюминий соберем. Вот тут, вот алюминий. Два штука нам нужно. Буквально два штука. Где-то еще один тут должен быть. Я вот чувствую, у меня магнез... О! О! Вот он, красавчик. Все, два алюминия есть, пойдем делать рюкзак. Значит так, чтобы сделать рюкзак, нам нужно вначале снять рюкзак Т2. А значит, вот эта вся барахолка, которая у меня есть в рюкзаке, вывалится. Нет, подождем, подождем. Лучше мы сперва вытрясим всю нашу барахолку, например, использовав весь материал для создания другого бура, вот такого мощного. О, процесс пойдет быстрее. Дальше еще один мощный бур, рядышком. Е-е-е, как они раскаляемлю-то, е-мое. А сколько они, интересно, потребляют электричество. Ничего, еще один поставим. У нас все обесточилось, электричества нет. Нужно делать солнечные панели. Для этого железо, кремний, ага, надо будет кучу всего добывать. О, даже тут все подрубалось, ничего себе, вот эти потемки. Ладно, тогда займемся рюкзачком, а потом экзоскелетом. Снимаем, значит, наш рюкзачок. Эй, рюкзак, снимайся. Делаем Т3. Ю-ху, у меня теперь расширенный рюкзак, отлично. О, сколько места. Теперь мне нужно сделать экзоскелет, что там для него нужно? Экзоскелет, титан, кремний, магний. Не вопрос, сейчас все будет. Все собрал, но вот один вопрос. Могу ли я сделать его без электричества? О, могу, прикинь. Видимо, какие-то резервы есть. Значит, куда теперь нужно запихать? Куда тебе затолкать? Вот это давай снимем. Не снимается. А это? А это? Что-то ничего. О, это вот вставляем. Ага. Теперь кислородный баллон. Еще один кислородный баллон можно поставить? Нет, жалко. А было бы прикольно. Два кислородных баллона на одном теле. Значит, теперь нужно сделать фонарик. Фонарик у нас в кармане. Отлично. Вставляем. И как теперь? Теперь включать это через вот... А, во-во-во, нашел. Нашел, как включается. Отлично. Слава богу, что на фонарике не нужны батарейки. Это просто офигенно. Теперь ставим солнечные панели в рядочек. Все заработал. Терформация пошла. Отлично. Пойдем посмотрим, сколько у нас электричества сейчас на данный момент. И сколько потребляется электричество. И значит, смотрим. Четыре солнечные панели дают 26 кВт в час. Плюс восемь ветряные мельницы. Это получается у нас с тобой сколько? Тридцать четыре. Тридцать четыре и сорок киловатт в час. Не дурно. А потребление у нас двадцать восемь. А, так блин, а что я думаю-то? Что-то считаю. Тут вот сверху общее количество же нарисовано. Написано. У-у-у. Смотрю в книгу, вижу фигу. Значит, по электричеству запас у нас есть небольшой. Это хорошо. Что нам нужно сейчас с тобой сделать? Нам нужно пожрать. У нас очень низкий уровень насыщенности. Для этого нужно что? А где еду-то сделать вообще? Как ее сделать? Боюсь, что никак. Растения у меня еще не предназначены для жрачки. А где у меня, кстати, были, слушай, бобы. Не бобы, а семена перца и прочего всякого такого. Как мне это сделать? Я жрать хочу. Эй. Вот они у меня есть. Можно их как-то съесть? Семья космического баклажина. Поместите его в изготовитель пищи. А когда он у меня будет? Пойдем посмотрим. Когда у меня появится изготовитель пищи? Изготовитель пищи еще какой-то. Солнечная панель. Кровать на двоих. О, кровать на двоих. Интересно, а для кого еще? Я тут вроде как один. Короче, я нашел тут производитель продуктов питания. Выращивает еду. Но не изготовитель. Ну, блин. Не знаю, все тут пережил. Видимо, до изготовителя мне очень далеко. Но пока я тут рыскал, я, значит, что открыл? Смотри. Стекло жилого отсека. Коммуникационную антенну. И экран передачи. Экран передачи фиг его знает. Критический уровень гидротации. Надо попить. Надо попить. Что, опять вздыхать что ли? Блин. Дайте что-нибудь пожрать. Я знаю, где может быть и да. Я знаю, где может быть и да. На корабле. Кислородный баллон один. Мне нужен еще один кислородный баллон. И можно к кораблю бежать. Срочно. Внимание, критический уровень кислорода. У меня есть жрачки. Тоже критический уровень. Скоро, блин, откинусь. Надежда вся на этот корабль. Там же должна быть жрачка. Я вот больше чем уверен. Жрачка должна быть. Сейчас будем искать сундучки. Включаем фонарик. Нет, подожди. Рано. Рано еще фонарик включать. Я еще даже в капитанскую будку не забежал. Капитанская шлюпка. Капитанская будка. Капитанский мостик. Как еще это можно назвать? Все, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Здесь уровень еды вообще просто капец. Сейчас буду вздыхать. Ну нафиг. Фонарик включен. Бежим. Срочно бежим искать. Искать еду. Тут все забаррикадировано. Е-мое. Не пролезть. Не пролезть. В другую сторону надо бежать. Вот сюда. Не-не-не-не-не-не. Дайте пожрать, 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 пожалуйста. Мостик. Спускаемся вниз. Точнее, по лестнице спустились. Не по мостику. Что? Вот. А, нет, это кресло. Это кресло. Это с другой стороны. Мы пробежали, бежали. Блин, сейчас начнется голодуха. Голодуха. Где ящики с ржачкой? Ящики же... Ящики же... Жратва, жратва, жратва. Да нафига мне спора грибов? Мне надо поесть что-нибудь. Блин, все, я откидываюсь. Я откидываюсь. Ах, второй раз уже на этом же месте. Да ё-моё, ну как так? Я снова здесь. На третий раз нам должно повезти. Прям капец как. Вот это мой сундук. Надо это всё забрать. Забираем. И входим внутрь. Ого, ого. Кажется тут началось что-то мощное. Что-то прям капец. Метеориты падают. Смотри. Бежим скорее внутрь, чтобы нас не зашибло. Скорее, 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 скорее внутрь. Так, значит. О, бомболели. Прям вообще конкретный. Нам вот сюда. Спускаемся по лесенке. Теперь. Где я сдох-то? Да, взрывы, конечно. Аскивот. Вот здесь я сдох. Это тоже всё собираем. Значит, это забираем. И всё, в принципе, места больше нет. О, кстати, надо разобрать. Минуточку. Хочу вот это разобрать. Железо всегда нужно. Здесь у нас что? Семена возьмём. Сплав оставим. Космическая еда. Подожди. Откуда она у меня? Она всё-таки была. Я просто не заметил её в этом ящике в прошлый раз. О, это было... Это очень обидно. Нам нужно кислород заюзать. Ещё водички попить. Место освободили. Иридий забираем. Вот это всё суперсплав у нас там где-то рядышком валяется под водопадом песчаным. Тут больше прохода нет. Чё, всё? Такой здоровенный корабль и так мало места. Видимо, нужно искать другой проход. Ладно, не вопрос. Давай-ка бежим теперь с этой стороны. Может, где тут ещё есть пробоина, через которую можно пробраться. А вон осколки метеорита упавшего. А мне уже пора кислородов бахнуть. Так. Последний баллон, между прочим. Точнее, капсула. Сколько тут ценных минералов. Нам принес метеорит. Но это пока что собирать у него... Да, вот здесь проход есть. О, сундучок. Блин, но он не внутрь. Он не внутрь. Семя лирмы. Надо забрать. Вот это что? Самородок. Ммм... Чё бы выкинуть. Ну, давай железо выкинем. Железо выкидываем. Берём самородок. Ткань возьмём. Ну и всё на этом. У меня сумки всё равно забиты. Возвращаемся. И сейчас у нас главный вопрос. Могу ли я добежать? Смогу ли я добежать? Кислорода совсем нету. Это капец. Ну же. Ну же. Да. Я смог. Я смог. Значит, споры грибов скидываем сюда. Семя лимиры. О, надо их посадить. Целых две штуки. Надо посадить. Мне ещё нужно кучу всего. Построить коммуникационную антенну. Принимает сигнал из космоса. Используйте вместе с экраном коммуникации. Сделаем. Но для этого нам нужно расширить жилой отсек. Ну, а пока что мы не строим жилой отсек. Мы делаем флоростенд B2. Вот такой здоровенный. И сюда вталкиваем эту штуку. О, пускай растёт. Получен чертёж внутренняя лестница. Второй этаж будет. Балдёжно. Пристройку делаем. А, ещё железо нужно. Где железо достать? Которое я выкинул недавно. Блин. Я думаю, что настало время разобрать наш мостик. Ибо мы им не пользуемся, а железа в нём много. Вот чёрт. Ты это видишь? Всё железо упало вниз. Потому что инвентарь мой забит. Эх, придётся потом спускаться в эту песчаную бурю. Которая минуется водопадом. И искать там это железо. Итак, значит, делаем ещё одну пристроечку. Вот с этой вот стороны. И здесь можно добавить второй этаж ещё. И там лесенку поставить. И будет вообще круто. Вот. Второй этаж. А ещё бы стёклышко туда. Мы же можем это сделать. На втором этаже. Вот. И теперь лесенку туда надо бахнуть. Лесенку мы же можем. Кобальт нужен. Сейчас будет кобальт. Итак, внутренняя лестница у нас имеется. Подъёмчик у нас будет здесь. Давай воспользуемся. О да, мы на втором ярусе. Мы на втором ярусе. Круто. Тут даже шлюзы есть. Ничего себе. Ну классно. Можем ещё сделать вот такую вот штуку. Стеклянная крыша. И вон лестница наша. Ну а теперь. А теперь самое важное. Нужно сделать антенну. Благо тут лесенка есть. Антенну мы закрепим куда-нибудь. Куда-нибудь. Ну наверное сюда. О, нифига себе она ещё и крутится. Какая она здоровенная. И сразу же электричество у меня полетело. Пойду искать железо. Значит вот там вот я разбирал. Оно упало куда-то туда. Включаю фонарик. Так, значит лесенка вон. А я иду. А, прям под пещерой. Да ты что. Вон оно, моё железо заустряло. Заустряло железо вон там. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит нужно поступить по-другому. Залазим наверх. И сейчас через верх спустимся. К железу. Как десантура. Надеюсь я допрыгну. Итак. Кавабунга. Опа. А-а-а. Нифига себе. Я сдыхаю. Чёрт подери. Забирай и спрыгивай. Спрыгивай отсюда. Спрыгивай. Интересно я успел спрыгнуть или нет? Блин, нифига себе. Ха-ха. Вон он висит. Висит мой чемоданчик. Ну ладно. Пускай повисит пока там. Чипинг. И, 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 и. Походу нам нужно больше солнечных панелей. Давай посмотрим, что у нас появилось. 44. А, ну да. Мне ещё 5 киловатт не хватает. Иди, запустились. Запустились. Чуденько антенна заработала. Теперь мы можем поставить, знаешь, чего. Вот экран передачи. Ну что. Крепим ещё один экранчик вот сюда. Или может быть его с угла поставить. Рядом с антенкой. Ну да, наверное, так и сделаем. Что у нас здесь имеется? Давай посмотрим. Это автоматическое сообщение. Кому? Осуждённому GP89. А, мы ещё и осуждён. Нифига. Нас сюда на ссылку отправили, оказывается. Вы решили заменить приговор экстрадиции. То есть высылкой с планеты Земля на Марс. Если вы хотите, чтобы с вас сняли все обвинения, вам придётся полностью терраформировать эту планету. Наши датчики будут периодически сканировать ваш прогресс и отправлять вам необходимые чертежи. Ни в коем случае не пытайтесь связаться с Sentinel Corp. Ну то есть компанией, которую нас сюда отправила. Если наши сенсоры не обнаружат никаких улучшений в процессе терраформации, вы будете считаться пропавшим без вести. Обвинения не будут сняты. Вы не можете претендовать на собственность или ценность чего-либо на планете. Вам разрешено использовать ресурсы, найденные на планете, только для увеличения индекса терраформации. Вам не разрешается погибать эту планету до завершения терраформации. Вот так-то. Лучше б я эту антенну не делал и не знал бы о таких событиях. То есть мы, да, мы заключённые, которого сюда отправили озеленять эту планету. Ну надо же, ну надо же. Кислород кончается. Теперь всё стало на свои места. Ну и что, я думаю, что на этой грустной немножечко ноте, но в то же время весёлой мы, по крайней мере, живём, обустраиваемся всё. У нас прекрасная терраформация уже почти 20. Кити Ай. И это не может нас не радовать. В общем, если тебе понравилось, и ты хочешь увидеть продолжение, ты знаешь, что нужно сделать. Конечно же, поставить лайкосик под этим видосиком. Подписаться, если ты ещё не подписан. Ну и ждать следующего ролика. На котором мы, собственно, и увидимся. Так что до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok